Американский шиизм в лице Хасана Аллах Яри Этот человек, вообще не являясь ученым, считает себя самым знающим из всех ученых-муштагидов. Защищает Израиль, выступает против мусульман, борющихся с сионизмом. Выступает против сопротивления агрессорам. Он разжигает вражду и ненависть противоположной стороны по отношению к шиитам и грубо отвечает тем позвонившим телезрителям, которые возражают ему и критикуют его за такое поведение. Те, кто его называют шейхом и распространяют его видео, зачастую являются сторонниками таких опасных для исламской умы людей. Я расскажу вам один интересный случай. Один человек позвонил мне из Ирака. Он говорил со мной с большим уважением. Он говорил, что то, что сейчас произнесет, услышал от ушедшего в мир иной Саида. Он сказал, что тот Саид обладал необыкновенными способностями и рассказал о некоторых из них. Потом сказал, что этот случай произошел 40 лет назад, и все те, кто был на том собрании, маджлисе, все умерли, и только он один пока в живых. Тот человек сказал, что тот Саид говорил с Мимбара, придет день, и один ученый из Америки будет приглашать вас на путь Ахлибейта. Принимайте от него все, что услышите, все, что он скажет, истинно. Потом тот человек помолился за меня, и сыновья его также передали мне салам. Теперь еще раз посмотрим кое-что из высказываний директора канала Ахлибейт Хасана Аллах Яри. Самые авторитетные шиитские ученые факих — это не Аятолла Систани или Вахид Харасани. Это я. Я имею самое большое влияние. И это превосходство дано мне Ахлибейтом миром. Я считаю, что превосхожу не только современных ученых, но и большинство ученых в истории ислама. В истории ислама, хвала Аллаху, и это из-за того, что я служу Ахлибейту миром. Я в Америке, хвала Аллаху, здесь шиитов много. Здесь гораздо лучше, чем в исламских странах, гораздо лучше. Я прибыл в Америку, и отсюда пропагандирую Ахлибейт миром. Это не запрещено. Это очень хорошее дело. Они говорят «Смерть Америки». Что вы хотите от Америки? Вы болтаете про Палестину. Пепел на голову Палестины. Мне нету дела до Палестины. Там истребляют палестинцев, а вы говорите, они не шииты. Правильно и делают, что убивают. Да будут здравы их руки. Аль-Акса не имеет для нас никакого значения. Уважаемые зрители, пусть никто из вас не участвует в акциях в День Аляксы. Благодарю. И что мне с того, что в Бахрине убивают шиитов? Бахринские шииты не восстали ради Ахлибейт миром и нашего мазхаба. В 1919-1920-х годах иракцы восстали против англичан и оказали им сопротивление. Некоторые ученые-муштагиды, Наджафа, стояли за ними, поддержали их. Они совершили большую ошибку. Какое им дело до англичан? Это была одна из ошибок муштагидов Наджафа в то время. Если неверующие захватят Иран, Ирак, Тунис, Марокко и другие мусульманские страны, то мы согласимся на то правление, которое они установят. И если они скажут, что можете свободно проводить свои траурные процессии, заниматься самобичеванием, кинжалами, вы можете свободно совершать намаз. Если эти неверные атакуют страну с намерением, что им нет дела до нашей религии, и им нужна только власть, то воевать против них не дозволено, харам. Я не знаю, кто эти игиловцы, и у меня нет информации о них. Мне нет дела до новостей из Ирака. Я не знаю, что они там делают. Нет, про игил не надо. Если есть вопросы по религии, то пожалуйста. Прошу вас дать научное обоснование действиям тех, кто едет в Сирию воевать против ваххабитов. Они обманулись. Иран использует их так же, как использовал их во время Ирано-Иракской войны. Они потеряли как этот мир, так и другой мир. Если они идут воевать за хаманаи, то пусть идут. Пусть люди будут далеки от их зла. А с научной точки зрения нет никаких проблем в том, что эти ослы там будут убиты. Но то, что они едут туда воевать, это ведь вредит нашей стране. Шииты получили большой удар потому, что их матеря родили их на свет. От того, что они пойдут туда и умрут. Это только польза для шиизма. Вы говорите, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ушел и оставил имама Али, мир ему, своим преемником. Тогда почему имам Заман, мир ему, не назначил никого после себя? Имам Заман, мир ему, живой. Ты безмозглый. У меня был еще... Слушай, ты осел, если я говорю заткнись, значит правильно и делаю. Он перебивает меня, когда я говорю. Когда я говорю, он должен заткнуться. Продолжение следует...